Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Буянов Дмитрий. Мы сегодня продолжаем с вами мастер-классы по живописи акриловыми красками. И сегодня я взял для сюжета, для того, чтобы показать вам новую технику написания картин. Это фламандскую технику. И за основу взял аллегорию великого Питера Пауэля Рубенса «Союз земли и воды». Аллегория эта очень распространенная. Это, пожалуй, самый тиражируемый рисунок, самая тиражируемая картина, которая имеет большое значение для познания мифологических сюжетов фламандской школы. Ну и, конечно же, сегодня с нуля, буквально с нуля, вместе с вами пишу на небольшом формате эту прекрасную картину в виде копии. Точные копии мы соблюдать не можем. Почему? Потому что, чтобы не нарушать авторских прав. Ну а, собственно, приблизительную копию, то есть так называемые вольные копии с измененными немножко цветами и с какими-то определенными небольшими недочетами, мы, конечно, можем создавать с вами. Так как часто присылаете сообщения и спрашиваете меня, как я писал и пишу фламандскую живопись в таком современном мире, когда уже нет ни этих техник как таковых, ни тех людей, тех художников уже давно нет. Конечно же, я неоднократно отвечал на эти вопросы в своих видеосюжетах. Кто заинтересуется вот прям полностью сюжет по сегодняшней нашей тематике фламандской живописи, советую вам. Вот это видео называется «Тайна Питера Пауля Рубенса» или «Игрегор Питера Пауля Рубенса». Это очень интересный фильм, который в свое время записал для того, чтобы вы могли узнать больше информации, откуда, собственно, у меня интерес, возник интерес к Питеру Паулю Рубенсу. И откуда возникает вот эта вот подхваченная игрегоральная энергия на уровне Игрегора Рубенса для того, чтобы создавать картину. Потому что вы прекрасно знаете, когда мы создаем с вами картины, то мы, естественно, подключаемся к игрегору того или иного сюжета, тем более того или иного художника. Если художник был популярен и создавал огромное количество полотен, то, конечно же, там есть к чему подключаться. Ну и это для нас с вами это очень хороший способ, чтобы создать в методике того художника, который воспроизводил оригинал. Питер Пауль Рубенс известен тем, что практически своим мастерством восхвалял и развил фламандскую школу до небывалых высот того времени. А это 17 век. И вы должны знать, что Питер Пауль Рубенс, его творчество делится на несколько этапов. Это ранние этапы творчества и более поздние. Он в основном создавал первые свои из ранних этапов творчества, первые свои работы, он создавал самостоятельно. Позже, уже будучи богатым художником, знаменитым художником, к концу своей жизни практически 99% его полотен создавались уже его творческой мастерской. А это нанятые художники безымянные, то есть они неизвестные были, нанятые художники, которые дорисовывали штрихи Рубенса и дописывали его задумки, которые он излагал им в своей мастерской. То есть там уже процесс творчества был уже на уровне потокового творчества, то есть как сейчас у нас занимается китайская промышленность, выпуская все подряд потоково. Соответственно, вот там Рубенс дошел до того уровня, когда ему нужно было просто уже насыщать рынок массовыми картинами. Причем в основном картины эти заключали в себе и мифологический сюжет, но в основном это прославление католицизма. Вы прекрасно знаете, что прославление католицизма тоже не просто так пошло, это нужно знать опять же биографию Питера Пауэля Рубенса. Потому что прославление католицизма пошло уже от его меценатов, от его так называемых подшествующих людей. То есть те, которые поддерживали его и те, которые ему проплачивали его творчество. Он работал в основном на европейские императорские дворы, конечно же там тогда в его время Антверпренер, то есть город, австрийский город, где родился сам Питер Пауэль Рубенс. Этот город был центром культуры, столицей культуры завоеванных, порабощенных колоний. И там был торговый порт, поэтому, естественно, где торговый узел, там образовывались столицы. И вот там был в то время перевалочный порт торговый. Соответственно, очень популярный был город. Ну а со временем, уже в течение жизни Рубенса, он утрачивает свой статус как таковой торговой столицы. Ну и, конечно же, вместе с теми последствиями, что Австро-Венгерская империя, она теряет очередной раз, теряет свое монопольное владение на признание центром рабовладельческого мира. Сейчас я создаю изначально эскиз. Эскиз я взял прямо-таки с нуля. Специально взялся вам показывать для того, чтобы вы видели, как это я делаю. То есть я не применяю навыки академической художественной школы высшей, потому что я там и не учился. Хотя я знаком с этими навыками, но я не учился, я самоучка. Я не заканчивал никаких художественных учреждений. Я считаю, что можно самому научиться писать лучше, чем профессиональные художники. Потому что профессиональные художники все-таки закостенели в своей формализации. То есть в том, чему их обучали более шести лет в специальных учреждениях по искусству, по живописи. И здесь я вам показываю совершенно оригинальный подход к холсту и на наброску на нем карандашом эскиза. Взял я холст специально чистый, без тонирования. Для того, чтобы вам было проще воспринимать эту информацию. Для того, чтобы вы пошагово видели, как преобразуется картина, превращаясь в картину из эскиза. И вот около меня находится недалеко сама картиночка. Это копия «Союз земли и воды», с которой я переписываю. То есть я туда смотрю регулярно. Вы это не видите в своих экранах. А я вижу это. У меня около находится эта картина. Она недалеко у меня как макет. Я с нее списываю. Но списываю как? Глазомерно. То есть я смотрю на картину и перебрасываю глазомерно, что запомнил, на тот кусочек холста, который вы сейчас все прекрасно наблюдаете. Вот сами наброски, вот эта вот эскиза, это первый этап. И здесь нужно подходить, конечно же, более халатно, что ли. То есть мы идем, как я уже и раньше говорил в своих видео мастер-классах, мы идем от простого к сложному. А поэтому немножко халатно мы подводим вот такие вот чертежи. Мы делаем с вами набросками то, что у нас получается. И в основном, конечно, используем внутреннюю глазомерную технику. То есть вы должны обязательно сами соизмерять то, что вам нужно перевести в какой примерно формат. И вот после соизмерения переносить уже это на холст. То есть это как раз вот так это и делается. Ничего тут сложного нету. Вы просто делаете примерные штриховые движения. И здесь в примерных штриховых движениях вы показываете очертания. Очертания будущего образа картины. Вам сейчас основная задача это не уточнить, не конкретизировать какие-то там черты лица, черты там органов, членов и прочее-прочее тела человека. А вот именно вам нужно сейчас создать просто лишь набросок. Чем мы, собственно, сейчас и занимаемся. Это первый этап в построении любой живописной картинки. А тем более в фламандском стиле. В фламандском стиле, конечно же, тогда в Фландрии это осуществлялось, производилось углем. Углем писали тогда. Мы сейчас кардашом, а тогда углем писали. Но, тем не менее, тут разницы практически никакой. То есть мы все то же самое сейчас повторяем. Все то же самое с вами делаем. Значит, что касается холста. Я холст взял специально поменьше, хотя это будет сложнее для вас. Чем больше шире холст, тем легче писать, особенно для новичков. Я не думаю, что сейчас новички смотрят это видео, хотя и среди них есть, конечно, любители новички. Но это уже такая картина для более подготовленного зрителя. То есть такая картина, это уже более сложная работа, считается. И здесь вот я просто делаю очертания, набросовые вот такие очертания. Не уточняю их. То есть в основном мне нужно передать, что я вижу. И словно сосканировав своими глазами, перенести на чистый холст. Холст я заранее проклеил. Холст я взял хлопок, стопроцентный хлопковый, мелкозернистый. И я его проклеил на картон, на паспарту. На отвёртый картон. Проклеил для того, чтобы он не сворачивался в дальнейшие прокраски акрилом. Потому что сегодня мы будем создавать с вами картину в акриловых красках. Это выбрано специально, чтобы быстрее мы получили результат. Акриловые краски намного быстрее высыхают, чем масляные. И вот именно по этому критерию я и отбирал, когда подбирал работу, в чём же её выполнять. То есть я и выбирал тот критерий как раз быстрого высыхания акрилового пигмента. Акриловая краска это позволяет нам сделать. То есть мы сразу же можем посмотреть за короткое время. Мы можем, во-первых, произвести неоднократное наложение нескольких слоёв друг на друг. Без смешивания этих слоёв. И, во-вторых, мы можем оригинал уже видеть в высохшем виде. То есть в том виде, в каком он уже будет из себя представлен для основного зрителя. Вот примерные наброски. Причём карандашом я специально делаю почётче немножко некоторые движения. Некоторые, точнее, образы картины. Это для того, чтобы вы увидели на своих экранах. Потому что на экранах достаточно плохо. Можно различить какие-то тонкие. Черты тонкого карандаша. И вот для того, чтобы мы могли видеть сам эскизный чертёж. Сам набросок. Вот для этого я, собственно, и использую немножко зачернение. Зачернение и провожу несколько раз карандашом по одному и тому же месту. Не везде, но вот на ключевых позициях. Там, где я считаю нужным. Сейчас вот лицо прорабатываем мы. У аллегории земли. Потому что аллегория земли здесь олицетворяет женщина. Обнажённая женщина в рубинском стиле. Такая пышногрутая. С пышными терресами своими. А вот аллегорию воды здесь олицетворяет Посейдон или Нептун. Это уже царь морей. Морской царь. Он будет к нам спиной. Как и в оригинале. Эту картину вы можете увидеть в Государственном Эрмитаже. В музее Эрмитажа. В Санкт-Петербурге. Там она выставлена. Она в больших достаточно размерах. И, конечно, когда вы видите такого формата работу пламанских художников, она достойна того, чтобы вызывать восхищение. И, пожалуй, наверное, и в этом успех данной картины. Потому что, опять же, повторюсь, что это один из самых тиражируемых образов у Рубинса. Есть у Рубинса картины, которые очень непопулярные. Достаточно примитивно написаны. С множествами ошибок. Но есть картины, которые популярны. И вот в когорту этих популярных картин входит аллегория союза земли и воды. Которую сегодня мы с вами и создаём. Точнее, копию, которую мы сегодня с вами создаём. Если что-то там вам не нравится, немножечко ластиком стёрли и прошлись так, как вам нужно. То есть, откорректировали. Здесь я всё делаю только лишь на глазомере. Это очень сильно развивает вашу внутреннюю память. Это очень здорово вам помогает. Потому что, если бы я применял здесь технику, которую применяют в Академии художеств. То есть, геометрические наброски. За место лица овал был бы с горизонтально-вертикальными линиями. За место тела тоже были такие овалообразные колбаски. Которые со временем вытачивались бы в форму, анатомическую форму тела. Я не по такой методике пишу. Хотя, такую технику знаю, повторюсь опять же. Но по такой методике я не пишу. Для того, чтобы сразу получалось у вас словно чисткопировальный аппарат. Чтобы вы видели целостность. Чтобы у вас не было вот этих вот лишних штриховательных движений. Когда вы овал пытаетесь преобразить в лицо. И когда вот эти вот прорисовки лишние. Я считаю, что это, во-первых, ну для меня, например, это неудобно. А, во-вторых, это достаточно скудно. Это не развивает внутренние способности человека. Копировать окружающую среду. Копировать то, что он видит в окружающем мире. И переносить на холст. Поэтому мы должны учиться переносить на холст то, что мы видим. То, что у нас здорово получается. Либо будет получаться. И мы бы хотели это отобразить. Технику копирования я вообще не приемлю. Вот у нас часто мы сталкиваемся с тем, что сейчас люди, которые показывают, в том числе и мастер-классы. И даже многие непрофессиональные и профессиональные даже художники. К своему стыду показывают то, что они сначала распечатывают. Либо перекопируют основной рисунок. Эскизный рисунок. Так называемый контурный рисунок. А потом уже просто его раскрашивают, как детскую раскраску. Маленькие дети раскрасывают. И вот то же самое они создают. И считается, что это копиисты. То есть это считается техникой копиистов. Считается, что в этом ничего зазорного нет. Конечно, это никакого отношения не имеет к настоящему творческому искусству. К настоящему высокому искусству. Никакого это отношения не будет иметь. Потому что это все равно, что распечатать на принтере, на бумажке эскиз и его раскрашивать. Ну разве это картина? Это уже не картина. Это уже выходит в подобие картин, но никак не сама картина. Это уже провокация на высокое искусство. Это уже провокация на то, чтобы подавить любое желание у начинающих художников создавать что-то прекрасное изнутри, следуя своему космическому предопределению и своей космической искре. Здесь, конечно, я об этом почему говорю? Потому что достаточно часто вижу вот такое безобразие в интернете, что люди, просто перекопировав основные черты эскиза, они просто копируют через копировальную бумагу, либо через принтер, и после этого раскрашивают. И вот это называется рисованием картин. Это, конечно, ужасно. То есть это, конечно, никакого отношения не имеет к настоящему творческому искусству. Именно по этой причине я специально вам показываю, как с нуля, на чистом холсте, писать эскизы. Сложностей в эскизах никаких нет. Просто нужно делать все поэтапно. То есть, честно говоря, если вы изначально будете писать вместе со мной, пошагово, чтобы картина приобретала у нас сначала эскиз, эскиз, потом уже уточненный эскиз, потом мы наносим первые краски, фоновые краски, и потом уточняющие краски, в общем-то, у нас картина будет готова. То есть, вот эти вот этапы, они разделяются в большинстве случаев на три части. Первая часть – это подготовка эскиза. Вторая часть – это создание фоновых цветов на эскизе. А третья – это уточняющие краски и уточняющие контурные работы с красками, которые будут завершать нашу работу. Если вы научитесь копировать именно глазомером, это моя авторская техника, с которой я с вами сейчас делюсь, если вы научитесь вот глазомером копировать и перебрасывать это скопированные вашими глазами на холст, в этом случае это будет очень большой плюс вам как художнику. Очень большой плюс. Потому что не все могут копировать, не у всех развит так сильно глазомер, а потом тут же очень много влияет еще и на процесс запоминания. То есть здесь работает без конца краткосрочная, долгосрочная память. Это тоже очень важно для развития ваших внутренних сверхспособностей. Конечно же, это вы должны принимать, участвуя в написании картин. То есть ничего тут сложного нет. Весь видеоролик будет заключать в себе чуть меньше часа сорока минут. За час сорок минут мы с вами напишем полноценную копию картины Рубенца. Причем вольную копию, потому что мы будем соблюдать основные теплые тона фламандской школы, но немножко подкорректируем, так сказать, фигуры персонажей на более стройные фигуры. И вместе с вами мы в реальном времени прописываем, я специально ничего не убыстряю, не ускоряю по видео, для того, чтобы вы видели, сколько времени примерно понадобится для создания эскиза, для создания первых фоновых красок, ну и прочее, прочее. И так дальше поэтапно. Всего лишь повторяем за мной и делаем то же самое, что я делаю. Причем вот эта картина, вы знаете, у меня в жизни интересная очень история, связанная с этой картиной, потому что вот сюжет этой картины, он уже неоднократно участвовал в моей жизни с очень хорошей положительной стороны. У Рубенца не все картины несут положительную энергию, у него очень много картин, которые, наоборот, отрицательно воздействуют, то есть разрушающего характера. Но это тоже ни для кого не секрет, потому что, извините, но религиозные тематики в основном, это, конечно, разрушающий эффект, имеют воздействие на психику. А вот «Союз земли и воды», вот это аллегорическое представление в моей жизни сыграло ключевую, можно сказать, что ключевую роль в творческой жизни. Это одна из картин, одна из первых картин, которая впервые, копия которой продалась впервые, у меня одновременно, это та самая картина, по которой мне дались определенные информационные модули, определенные информации от Игрегоров. И я уже говорил в своих видео Игрегор Питера Пауле Рубинса под названием, что там была история в моей жизни, когда во сне ко мне пришел Рубинс и показал мне, вот как можно создать картину, как можно ее написать правильно, и, собственно, как не просто эту картину написать, но он вводил мою руку и показывал мне технику, которую он использовал. То есть, конечно же, это было не на уровне сна, это было на уровне сонно-яву, то есть, такие вот, ну, это нужно, это можно сделать при отработке восприятия, то есть, когда вы умеете сконцентрировать свое внимание, когда вы умеете подключиться к ноосферной реальности, то это вас не затруднит, вам вот эту информацию получить. Я такой был, вот именно на примере картины «Союз земли и воды», и, собственно, мне это очень сильно проимпонировало, и, конечно же, вот сейчас, в дальнейшем, я уже вот этих вот вольных копий столько создавал, я уже не знаю, там у меня где-то их около восьми, наверное, копий уже. Есть совершенно разный формат, причем как большие форматы, так и очень маленькие форматы. И это тоже нормально, то есть, это одна из излюбленных мною картин, которая действительно не только впервые, когда я увидел, поразила меня до глубины души, но и та картина, на которой мне удалось свыше вот то самое восприятие живописи, фламандской живописи, которая сподвигла на дальнейшее развитие способностей, творческих способностей. Вот именно, что касается живописи. А тем самым временем мы с вами дальше прописываем эскиз. Тут нужно знать одно, что в фламандской школе самое главное, это было, конечно же, анатомическое тело человека, но при анатомическом отображении человека, вот мы в будущем с вами с этим уже встретимся более детально, тут главное отобразить конечности человека. это ноги, это ноги, сами вот пальцы ног, сами пяточки, и вот это вот ступни, и руки, потом уже идут лица. То есть тут очень важно, чтобы вот эти части тела, они отображались корректно, они отображались со всей сложностью анатомического строения. Если только вы научитесь хорошо прорисовывать ноги, кисти рук, и лица, все, у вас все остальное содержание уже к вам придет. То есть там уже сложности, основное считается уже легкие рисунки, эскизные рисунки, и поэтому трудностей у вас уже не возникнет в дальнейшем. Хотя вот те люди, которые не дружат с карандашом, я называю, что они не дружат с карандашом, те, которые не любят писать эскизы, чертежи какие-то. Вот им придется немножко, конечно, попотеть, поработать над написанием данного эскиза, не только данного эскиза, но и вообще эскизной тематики. Это нужно делать в интересной форме, для того, чтобы эскиз выполнялся не во имя просто чертежа или рисунка, а во имя того, чтобы в будущем на него наносились краски и создавалась полноценная картина. В этом случае будет больше интереса создавать ее интереснее и точнее. Как вы видите, после того, когда я нанес еле заметные карандашные какие-то вот эскизики, наработки, только-только вот я там сделал штрихи, сейчас я уже больше подчерняю, то есть подготавливаю к прокрашиванию, и сейчас уже вы четче и четче видите тот практически оригинальный эскиз, который будет у нас в дальнейшем участвовать в раскрашивании. Поэтому не нужно ничего распечатывать, нужно просто самому брать в руки карандаш и учиться, учиться, еще раз учиться. Пропорцию самое главное соблюдайте. Вот у меня тоже с пропорцией была в свое время беда, я, конечно, очень долго ее управлял, до сих пор я учусь, нельзя так сказать, что вот человек уже всему выучился, ничего подобного. И сейчас я тоже учусь определенными вещам, определенным техникам, которые развиваю, в том самом и интерес, чтобы человек всю жизнь учился, чтобы он учился и этим пользовался своей жизнью. Вот в этом и есть интерес, потому что помимо, например, написания чертежного рисунка, у вас одновременно еще идет восприятие определенных плоскостей, геометрических плоскостей этого рисунка. Когда я стал заниматься впервые скульптурой, у меня тоже самое, то есть для меня открылось тоже определенное видение, когда вы видите вот форму не так, как она есть, внешний барельеф, а форму уже в многомерном пространстве. То есть вы можете ее образно как бы повернуть, либо отобразить в слепке, то есть вертикальное отображение, которое совершенно не будет похоже на оригинал. То есть там есть вот такие вот тонкости, которые развивают ваше мировоззрение, потому что вы уже во многих вещах, многих каких-то вот поверхностях, либо формах, если подходить к этому творческе, вы уже можете видеть совершенно иное предназначение этих форм. В том числе и предназначение по раскрытию содержания этих форм. То же самое в живописи. Для живописи вот очень важно, когда вы сначала только набрасываете черновик из карандаша, потом вы этот черновик закрашиваете краской, потом вы уже занимаетесь выписыванием кисти красками. То есть вы уже выписываете кистью, вам уже нужно более детальной как бы такая работа. А потом уже идет работа совсем уточняющего характера, то есть там уже идет мелкая, мелкая, тоненькая кисточка, мелкие детали прорисовываем и завершаем работу. Всегда идем от простого к сложному, для того, чтобы научиться. вот изначально при записывании вот этого видео я руководствовался мыслью, что наверняка многим будет интересна сама фламандская школа и наверняка будет многим интересно, как же создавались эти вот старинные шедевры, старинные картины. Вы должны помнить о том, что использовались вот для таких картин использовались краски, масляные краски в основном теплых тонов, так называемые старые, старинные живописи. Старинная живопись заключала в себя тона, которые теплые, оранжевые, желтые, красные, то есть, вот эти вот все теплые, теплая цветовая гамма, что мы называем. В современном искусстве, к сожалению, часто используют холодную цветовую гамму и, к сожалению, это приводит, конечно, к тому, что нету этой передачи теплоты, нету этой передачи живости тех образов, которые изначально пишутся с оригиналом. В этом серьезно современная живопись проигрывает. Ну вот мы будем с вами в дальнейшем я буду показывать, как теплой цветовой гаммой пользоваться и как цвета правильно наносить. Акриловые цвета, потому что есть особенности, я уже неоднократно это говорил, что акриловая живопись имеет свои особенности перед масляной. Акрил немного по-другому наносится, в отличие от масляной краски. Вот масляная краска, например, она наносится больше с учетом, что она вязкая, маслянистая жидкость и такая вязко-жидкая форма и с учетом того, что очень пластичная и очень легко скользит по холсту. А вот акриловая краска, она так легко уже не скользит по холсту. Естественно, есть определенные сложности. Но акриловую краску зато легко можно разбавить обычной водой и она быстро высыхает. Это тоже серьезное отличие акрила от масляной живописи. Конечно же, если говорить, что лучше, это будет некомпетентно, это будет несерьезно, так говорить, потому что нет такого понятия, что лучше. Здесь все в зависимости от характера работы, что мы хотим получить в итоге. Поэтому в своих видео-мастер-классах я и не акцентирую внимание на той или иной краске. Почему? Потому что нужно писать и в акриловой живописи, и в масляной живописи, и в акварельной живописи. То есть, это вполне нормальный эффект. У нас с вами уже завершается первый этап написания картины. И мы его завершаем достаточно быстро, сделав. За полчаса мы управились, написали этот эскиз. То есть, дальше уже не имеет значения сильнее прорабатывать карандашом, потому что мы будем с вами наносить краски. В любом случае краски будут частично будут создавать потери карандашного эскиза. Но все равно мы должны понимать, что эскизный чертеж это в основном черновик делается для того, чтобы быть ориентирован для дальнейшей раскраски, для дальнейшего нанесения цветов. У нас должен быть с вами ориентир, а это важно. Это важно. сбоку сейчас левого края я создаю забытую деталь, которая будет показывать там тигр пытается на рог изобилия залезть на такой большой. Причем на роге изобилия будут фрукты и какие-то плоды яркие. Это уже будет дописано краской, поэтому я здесь всего лишь делаю набросок самого тигра, который у Рубенца к сожалению в этой картине не особо хорошо и получился. Не очень похожий на тигр, но мы пропишем сохраняя стиль Рубенца. Если уж мы принялись создавать картину копию Рубенца, вольную копию, то в этом случае сохраним, не будем дописывать ее в ином свете, в иной интерпретации. первый этап завершения рисунка у нас с вами уже близится к концу. Сейчас немножко я проработаю. Карандаши можете брать любые, какие вам удобны для написания. Лучше твердо-мягкий карандаш брать, лучше твердо-мягкий карандаш, а вот для маленьких картин вы наверное уже обратили внимание по предыдущим мастер-классам, что я использую тонкий карандаш, то есть тонкие стержни карандашные для того, чтобы ими прописывать какие-то мелкие детали, потому что на маленьких форматах это важно отобразить мелкие детали. Минус большой карандаша в том, что естественно он начинает стираться и естественно он начинает размазываться при чрезвычайной мягкости стержня или наоборот врезается в холст при чрезвычайной твердости стержня. Это обычные вещи, которые вы должны знать. Ну и вот собственно здесь уже идет ну как бы просто набросок образа, что там должно быть. Рука у аллегории земли и дальше уже какие-то фрукты. Вот я просто как шарообразные какие-то вот такие вот фигуры набрасываю, потому что это все уже будет прописываться красками. Сейчас мы должны всего лишь наметить, что и где имеет свое расположение. Вот набросали. Сейчас я большим планом покажу черновик, который у нас с вами дорогие друзья получился. Вот за те 33 с небольшим минуты, которые мы посвятили написанию черновика. Я сейчас покажу его на экран большим форматом. Вы увидите, что у нас получился эскиз. Это как раз основная часть любой картины. И эта часть у сейчас уже выполнена. Вот пожалуйста. Так у нас получился эскиз, у нас получился чертеж определенный. И вот теперь к этому определенному чертежу эскизному мы будем добавлять красящего пигмента. Я беру нашу излюбленную губку, влажную губку. Сейчас на нее немного нанесу краски. Краску я буду наносить придерживаясь фламандских цветов, то есть старинной живописи. А для этого я использую чуть светло оранжевую краску и немножко чуть светло коричневую краску. Шоколадно такую краску. Мягкий 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 цвет. И здесь я просто хаотично растирающими движениями создаю фон. То есть мы тонируем с вами то, что у нас получилось. Конечно что-то у нас сейчас под воздействием влаги. Но в целом мы все равно видим, что четкость проявляется сразу же четкость. Четкость того, что мы с вами написали карандашом. То есть больше контрастности у нас появилось. Больше контрастности. Вот такими хаотичными движениями губки. Тут главное сильно не размазываться. Потому что если вы будете много и долго размазывать, в этом случае у вас получится, что будет больше стираться карандаш, карандашный эскиз. И вы будете терять ту самую работу первого этапа, который мы с вами создавали в течение получаса. Немножко наношу сразу же фиолетового, чуть-чуть такого фиолетового. фиолетового цвета. И после этого я уже вот так смело нанес фиолетовый цвет. И после этого уже мы можем дальше с вами продолжать эту работу. После того, когда засохнет эта краска, я специально фоновую краску создал, где у нас должно быть небо. просто тоновой оттенок. Вот в таком вот виде мы с вами еще немножечко можно подкрасить. И мы с вами оставляем до того момента, пока в течение нескольких минут не высохнет эта краска, этой губкой нанесенной краски. Вот обратите внимание, сразу же, как только я нанес влагу, у нас сразу же немножко картон немножко согнулся. Почему? Он немножко согнулся из-за повышенной влажности. Это нормально абсолютно. Мы для этого собственно и создавали. Мы для этого и писали эскиз на холсте, который был приклеен к паспорту картона. Теперь мы с вами взяли темный контур, то есть черно-акрилую краску. Очень сильно разбавили водой, для того, чтобы она была при высыхании более тусклой. и сейчас мы создаем с вами контурный рисунок для того, чтобы сохранить и не было потери вот того самого эскиза, над которым мы с вами так долго работаем. Создаем контурный рисунок, но только стараемся все-таки создавать относительно либо средней, либо тонкой кисточкой, для того, чтобы сильно не создавать эти жирные линии. жирных линий нам, конечно, здесь не особо-то и надо. Где-то теневые линии, они, конечно, должны быть пожирнее, но в большинстве своем мы работаем вот так вот быстро кисточкой проводя и здесь уже уточняем. Если что-то у нас не получилось по формам, то здесь мы кисточкой уточняем эту форму, выглаживаем ее, потому что та самая форма, которая останется вот сейчас на контурном рисунке, вот эта самая форма, она и будет раскрашиваться в дальнейшем, то есть на нее как раз и будет наноситься иной цвет, ну и, конечно же, будет происходить потеря, потеря качества, потеря контрастности, тем самым приобретаться новые цвета. Я хотел бы порекомендовать вот тем людям, которые интересуются фламандской живописью, в первую очередь живописью великого Питера Пауля Рубинса, интересоваться его биографией, интересоваться его жизнью. Сейчас не так много источников, которые искренне говорят действительно, что было, но это понятно, что человек часто создавал картины исключительно по своему мироощущению, то есть, естественно, подключаясь к иным эгрегорам, там очень важный эгрегор был, и очень серьезный эгрегор для него, это был католический эгрегор, а также не нужно забывать, что всевозможные тайные общества и ордена его приглашали для того, чтобы он исполнял портреты, и, конечно же, он был тоже вхож как бы, ну, как один из лучших художников, хотя в его эпоху были и лучшие художники, но просто они не пробились на олимп славы, как это бывает и в наше современное время, и поэтому они канули в рет, то есть о них никто не говорит, никто не знает. Вот по истории, которые я уже упоминал, которые я описал в своем видео эгрегор Питера Паули Рубенса, или по-другому называется тайна Питера Паули Рубенса, там я говорил, что вот очень большое значение на Рубенса повлияло в том числе и его супруга. Вторая особенно супруга, Рубенс, его жена Елена Фоурма, сюжет из картины, который мне пришел через эгрегор, я видел эту супругскую пару, и когда вот вот это видение приходило ко мне и я увидел, то это, конечно же, не сумасшествие, это подключка к эгрегору, то есть к ноосферной реальности. И вот если вы начинаете писать картину того или иного художника, не зная его биографию, это вам, конечно, сильно будет вас ослаблять. То есть вы должны проникаться художникам, проникаться в его информационной поре для того, чтобы легче воссоздать то, что он создавал. И у вас вы увидите, что сразу качественно лучше будет развиваться концентрация. Вот если только вы сможете подключиться к тому или иному эгрегору художника, а это не так сложно сделать при определенной методике наработки, о которой я неоднократно говорил и говорю, то у вас будет получаться картина намного лучше, чем если бы вы относились без настроя. Я вообще считаю, что без настроя картину практически невозможно хорошо написать. Без настроя. То есть, вот если вы не погрузили себя в мысли соответствующего настроения, состояния, то вам очень сложно передать будет то, что передал изначально в оригинале художник. Нужно также знать вот такие вот детали. Вот будет интересно наверняка для тех почитателей творчества Рубенса. Будет интересно, наверное, такой исторический факт, который я сейчас зачитаю вам. Делакруа говорил Эдуарду Мане «Надо видеть Рубенса, надо Рубенцам проникнуться, надо Рубенца копировать, ибо Рубенс это Бог. Последнее десятилетие творчества Рубенса озарено светом его любви к Елене, Фоурма». В нем неожиданно проявились черты совсем другого человека и другого художника. Еще чаще, чем прежде, Рубенс пишет пейзажи, иллюстрации к текстам классических авторов, которых заказал Рубенцу испанский король, позволили художнику купить небольшое поместье Эл-Вейт неподалеку от Михеллэна. Природа тех мест располагала к творчеству, а проживание в сельской местности зарождает в Рубенсе интерес к простой крестьянской жизни. В таких своих творениях, как Кермеса, он старается превзойти Брейгеля в изображении разудалой веселости народного праздника. Спрос на его ранние работы заставлял Рубенса и в позднее время заниматься жанровой живописью, однако он сделал множество набросков и этюдов, изображающих его любимый сельский фламандский пейзаж. Перед нами является настоящее чудо, когда рождается благодаря игре цвета и света. Эти картины часто носят глубоко личный характер, они гораздо сильнее прочувствовано Рубенса, чем многие масштабные полотна, написанные прежде. Здесь он страстно точными, уверенными мазками выплескивает свою скопившуюся в нем творческую энергию, что напоминает нам о самых ранних его полотнах. В последние годы Рубенс все чаще писал небольшие картины, несущие отпечаток его личных переживаний. Его восприятие мира стало глубже, спокойнее, полотна приобрели сдержанный и уравновешенный характер, в то время как ранние работы отличались драматизмом и сложной композицией. Теперь художник страдачивает внимание на живописном совершенстве своих полотен. Колорит утратил многоцветность, стал обобщенным. Одна из центральных тем этого то исполненная эпическим величием, могучей красоты и изобилии, то подкупающей простотой и безыскусностью. Пейзажи, которые в это время пишут Рубенца, отличаются блеском и яркостью. Очертания предметов приглушены, смягчены. Вы прекрасно видите, вот сейчас как я прочел небольшой отрывок из биографии Рубенца, то есть вы о чем собственно говорили. Большое огромное влияние на художника создает, воздействует те мысли, то информационное он находился. То есть если к концу жизни он был уже в сельских пейзажах, вот соответствующие уже мотивы приходили в его голову и к соответствующей ноосферной информации он подключался и создавал свои полотна. С годами великого живописца серьезно ухудшается здоровье. Он все меньше и меньше работает, прогрессирующая подагра мешает ему быстро выполнять доказы. Недуг, много лет терзавший художника, в полной мере заявляет о себе участившиеся приступы причиняют немалые страдания. Живописец оставляет завещание и умирает 27 мая 1640 года после долгой борьбы с болезнью. Искусство барокко, у истоков которого стоял Рубенс и после его смерти продолжало не просто жить, а стремительно развиваться. В дальнейшем творчество Рубенса оказало огромное воздействие на развитие всей европейской живописи, но сильнее всего оно повлияло именно на живопись фламандскую. И мы об этом с вами тоже говорили, что Рубенс яркий представитель фламандской живописи. Это, пожалуй, единственный представитель до такой степени яркий, что вот его нишу никто не может занять до сих пор. И, конечно же, при подражании его картин, когда вы пишете его картин, вот у вас все равно получается восприятие этой картины как нечто то, похожее, что испытывал Рубенс, если вы, конечно же, в правильном настрой мыслей. Откровенная чувственность, неустанные движения, неповторимый колорит, блеск и величие все это Питер Пауль Рубенс. Знаменитый фламандский живописец, признанный мастер исторической и религиозной живописи. В творчестве Рубенса сочетаются черты традиционного брейгелевского реализма с достижениями венецианской живописной школы. Он отделяет свои полотна чувственной красотой и смело вплетает сюжет элемента реальности. Очень немногие художники, пусть даже великие, заслужили честь и называться основоположниками нового стиля в живописи. Рубенс один из немногих. Именно он стоял у истоков живого, волнующего яркого стиля, который позже получил название барокко. Ну, вот это вот тоже небольшая выдержка из его биографии. И когда вы подключаетесь к его информации, вот если мы разбираем Питера Пауля Рубенса, когда вы начинаете узнавать про него биографические какие-то вот факты, а также рассматривать его картины, которые вам нравятся. У него большое количество картин, но опять же повторюсь, что не все картины он сам писал, там очень много работали его ученики, и, конечно, в этом небольшой, ну, как бы, небольшой укор Рубенсу, потому что все-таки нужно быть честным со своим зрителям и писать картины самому, без так называемых мастерских. Когда вы создаете мастерские, привлекаете профессиональных художников, либо художников с абсолютно незнаменитых, но с очень сильно развитым творческим талантом, то, конечно же, тем самым вы впадаете в самообман, потому что коллективное написание картины, это, конечно же, несколько растворяет, растворяет ваш индивидуальный талант, и здесь уже нельзя сказать то, что вы остаетесь в живописи тем же мастером, которым были и прежние. То есть, я, конечно, немножко вот это воспринимаю именно в правильном свете, то есть, я считаю, что человек, конечно, должен сам свое творчество развивать и делиться этим творчеством, делиться где-то бескорыстно, для того, чтобы подсказать, для того, чтобы научиться, ну, а как же так? Ведь именно передача информации это основа общения человека, передача полезной информации, не зашумляющей, и когда мы передаем свои навыки, вот, собственно, чем пытаюсь я заниматься на своих видео, когда мы передаем свои навыки, которые мы уже сами для себя открыли, конечно же, мы получаем двойное удовольствие от того, что люди воспринимают эту информацию, они приобретают наименьший путь сопротивления к достижению их цели, творческой цели, и развитию больших своих сверхспособностей, а творческие способности это всегда сверхспособность человека, и, конечно же, здесь у нас основная цель это не научить каждого писать в живописи, а передать то, к чему стремится человек, чтобы, вот к чему он ищет художник, начинающий художник, вот что он ищет, вот эти принципы, вот эти небольшие техники, методики, на которых он может обломать очень много зубов, очень много времени пройдет, а здесь эти методики уже разжеванные, если ему дать, то он всецело будет направлять высвободившую энергию, он будет направлять на свое внутреннее развитие, на то, чтобы развиваться в этом творчестве тоже, то есть он уже больше будет творить, и соответственно больше будет восхищать наш окружающий мир, надеюсь, что предметами высокого искусства, потому что о искусстве я тоже неоднократно говорил и повторюсь, все искусство в мире делится на две категории, первое это искусство высокого порядка, так называемое классическое искусство, второе искусство это так называемое искусство деградационного порядка, деградационное искусство включает в себя по живописи стили импрессионизм, авангардизм, абстракционизм, кубизм, и все, что приносит дисгармонию, то есть оттягивает энергию человека и приносит дисгармонию для самого человека в восприятии. В этом кардинальное отличие от высокого искусства. Высокое искусство бессмертно, его не нужно рекламировать. Высокое искусство заставляет человека стоять около картины и наблюдать, и рецидрировать эту картину с большим удовольствием, получая удовольствие именно внутреннее, глубинное, информационное, через подключение к эгрегору, создателю этой картины, через подключение к определенной информации на сферной. Это происходит само собой в человеческом организме, и недаром, когда люди очень далекие, якобы далекие от искусства, которые, по мнению культурологов, не имеют никакого отношения к искусству, они останавливаются около предметов изящного, высокого порядка искусства и просто любуются. Просто любуются из-за того, что у них повышается внутри, повышается внимание, повышается, вплоть до того, что выделяется больше повышенный уровень гормона. У них выделяется больше гормон удовольствия, эндорфин. И тем самым у них пропадает стресс. Тем самым стресс, ежедневный стресс в жизни, он уменьшается. Поэтому не только художник получает удовольствие тогда, когда создает свои картины, но и одновременно зритель, когда воспринимает его картины, если это картины высокого порядка, высокого искусства, он тоже получает удовольствие от лицезрения этих картин, от восприятия этих картин. То есть постоянная вот эта вот информационная связь между зрителем и художником, она естественно существует. Это совершенно не важно, живой художник этот или уже он или уже когда-то он уже умер там или что-то. Например, он уже без славы, то есть он уже не известен в обществе. То есть это совершенно неважно, не имеет никакого значения, потому что информация, как говорил Булгак, в рукописи не горят. Информация бессмертна. Почему? Потому что она закладывается на уровне, на сферы планеты Земля, которые писал, так много писал академик Вернадский. И здесь нужно знать, что когда вы воспринимаете искусство высокого порядка, вы должны знать, что многие картины, они обманчиво себя воспроизводят в обществе. А как они воспроизводят впечатление? Вроде бы высокого порядка, когда выписаны по высшей художественной шкоре, вроде бы изумительные цвета и чудесная подборка цвета, но само содержание картины идет, например, по уровню деградационного стиля. Конечно же, эта картина будет вампиром. Вот как раз множество вопросов, которые задавали неоднократно ученики, спрашивали, есть ли вампиры картины или нет? Ну, конечно же, есть, как и люди, собственно. Есть. Просто это энергетические вампиры. Когда картина создает плохое настроение, а посмотрите, кстати, на черный квадрат Малевича, и вы сразу все поймете. Мощный генератор негативной энергии. А есть такие же генераторы положительной энергии, позитивной энергии. Так вот, я вот каждый раз говорю об одном и том же, чтобы ваше творчество было генератором именно положительной энергии. И вам будет лучше от этого, и людям, которые воспринимают эту информацию, воспринимают ваше творчество посредством лицезрения картин, тоже будет им лучше от этого. То есть, это будет концентрация на хорошем, на жизнеутверждающих положениях. А это важно. Это очень важно. Поэтому картины есть как вампиры картины, так же и те картины, как обереги, которые вдохновляют жизненную энергию в человека, в массы людей. И, конечно, нужно стремиться к второму. То есть, нужно стремиться, конечно же, создавать положительные энергии. Картины заряжены, хотя в творчестве художника бывают разные моменты. И часто даже бессознательно можно закладывать в тот или иной сюжет совсем нелегкие переживания и какие-то свои внутренние переживания тоже. Это практика жизни. То есть, это действительно происходит, когда художник пишет картину, он должен находиться в соответствующем настроении. Если только у него нет этого соответствующего настроения, то тут уже вступают в силу те бессознательные процессы, которые волей-неволей, но будут уже запрограммированы в данный образ, данный сюжет. Вот это важный компонент, который я уже неоднократно говорил и проговаривал в своих видео. Мне бы хотелось, чтобы ваши картины были, относились к искусству высокого порядка. Поэтому мы с вами берем совершенно разные стили. Мы брали с вами традиционный русский народный стиль. Сегодня мы рассматриваем фламандский стиль, пейзажи, маринизм мы с вами тоже забирали неоднократно. Вот живопись в масле, масляная живопись. Будет еще у нас много классических вещей, в том числе и барокко мы будем продолжать с вами изучать лучшие картины барокко и стараться подражать. Потому что барокко это вычурность, это яркость, это прекрасные яркие впечатления. Барокко сам по себе стиль это всегда вычурный, всегда такой заинтересованный стиль, который привлекает своей разнообразностью, который привлекает своей неординарностью, аллегорией. Это стиль непростой. И, конечно же, до сих пор очень сильно ценится работа в стиле барокко. То есть, если вы будете уметь писать в стиле старых фламандских художников, даже просто на рынке, на мировом рынке художественных искусств, это очень высоко ценится. Я не говорю о том, что там посредственные какие-то услуги по реставрации, я говорю именно по созданию самих картин. Владение навыками написания в стиле фламандской живописи также вам поможет отображению живописи не только станковой. Станковая живопись – это живопись, которая на картинах, на холстах, то есть на вещах, на предметы, которые можно переносить. Это называется станковая живопись. Ну, чтобы под сложными терминами у вас были вполне понятные формулировки. А можно также и на стенах, можно на потолках создавать живописные рисунки, создавать живописную роспись. Этим тоже занимался, я потом позже вам уже покажу в других роликах, как подготавливать поверхность, как создавать картины, соответствующего характера. Когда вы можете уже писать поэтапно, то есть создавать эскизы, черновики, потом раскрашивать, потом уточнять красками, то, конечно же, здесь у вас не будет сложности все это перевести на больший формат. Там есть своя специфика, но тем не менее, квартиры и дома с теми художественными росписями, которые создают художники, выглядят просто удивительно. То есть это выглядит в такой степени заманчиво, даже в современном мире, это достаточно дорогое удовольствие. Научиться живописью работать вот именно в фламандском стиле и у вас практически уходит та самая необходимость кого-то нанимать, вы можете сами создать великолепный интерьер любого жилища внутри, любого. Потому что вот фламандская живопись, она позволяет создавать мифологические сюжеты, то есть так называемые нейтральные исторические и мифологические сюжеты, которые в практическом использовании, они вечные. Мифология это, вы знаете, это апоэтизированная и немножко охудожественная такая история человечества, поэтому это реальная история, просто которая с изменением тех или иных времен и тех или иных религий просто где-то дописывалась, где-то искажалась, но в целом стержень мифологии, он заключает в себе настоящую историю человечества, которая была, которая прожила наша цивилизация. И вот прожив вот эту историю, нужно опираться на нее и, конечно же, нужно создавать мифологические сюжеты не только из-за того, чтобы тренировать свою руку на фламандских сюжетах, потому что именно фламандские художники брали за основу мифологические сюжеты, но и для того, чтобы сохранять этот монолит, исторический монолит информации для передачи последующим поколениям. Вообще я за то, чтобы вы картины писали только лишь на тематике достойные, то есть не нужно писать какие-то глупости, брать за основу и пытаться эти глупости написать на картине. Я против этого такого времяпрепровождения, я за то, чтобы каждая картина внесла в себе высокий смысл, чтобы в каждом значительном образе картины заключался ключ к пониманию той или иной информации. И пустые картины, пустые пейзажи, пустые картины, они, конечно, они возможны в интерьерном искусстве, то есть когда нужно украсить интерьер, но не более того. То есть это, конечно, картины могут по своей гармонии быть высокого порядка, потому что они создают соответствующее настроение, но вот ключевых информационных блоков в них не заточено. И это очень важно. Очень важно, чтобы вы создавали сложные сюжеты с пейзажами, с основными героями, с прорисовкой этих героев, с прорисовкой этих пейзажей. В этом случае мы получаем сложную работу, которая, кстати, и воспринимается людьми, зрителями, тоже как сложная работа. Там важно также привнести информацию, соответствующую этой картине. То есть информацию, которая может подзаряжать людей своей жизненной утверждающей энергии. Это принципиально важный вопрос для нас, поэтому я неоднократно его долблю и повторяю. Это принципиально важный вопрос. Придерживайтесь в своем творчестве картин с достойными сюжетами. Не нужно воспроизводить глупость как рекламную ширму, потому что в современном мире очень много зашумленных художников, зашумленных непонятными совершенно картинами, совершенно непонятными сюжетами, которые делают исключительно свои работы по мановению рекламы, каких-то рекламных стилей. И, конечно, это не вечное искусство, это не искусство высокого порядка, даже если там отточенное отработанное мастерство, потому что содержание пшиквое, никакое, пустое. А тем самым вы уже видите, что мы с вами нанесли основной темный фон. После нанесения темного фона я стал накрашивать, больше накрашивать цвета на сами фигуры. Кое-где я подтемняю, кое-где я подкладываю белил. Если вы внимательно смотрите и наблюдаете, то вам будет все очень и очень доступно, будет все очень понятно, чем мы, собственно, с вами занимаемся. Для новичка я советую, конечно же, вот брать просто и повторять все эти движения, которые я делаю. Просто повторять, стараться приблизить себя к тому оригиналу, с которого он пытается переписать. Вот и все. Для начала вполне хватит той работы, когда вы берете за аналог чужие картины высокого искусства, ставить их около себя, там, ну, мини, какие-то миниатюры, копии их, ставить около себя и подражая пишите. Подражая. Потому что тем самым вы учитесь подключаться и к эгрегориальному полю художника, и ловить их информационную суть, о которой ни в одной книге не будет написано, и ни один мастер не может об этом рассказать языком, потому что эти вещи нужно лишь только прочувствовать. Только прочувствовать и применять. Без конца я применяю белила, но белила загрязняющие. Вот вы видите, да, иногда их с черной краской загрязняющие специально для того, чтобы не было вот ослепительно белого, не было на уровне цветовых гамм, слишком будет вычурно. Но это я делаю не только для того, что слишком будет вычурно, и это не только. Я не избегаю вычурности. Нам нужно будет в конце корректировать данный эскизный рисунок. И в конце мы будем его прорабатывать белым, ослепительно белым и черно-насыщенным цветом, но очень тоненькой кисточкой. Это уже конечные этапы будут у нас с вами. И вот именно для того, чтобы не было излишка и пересливания вот этих вот цветов, вот именно для этого я и избегаю чистых цветов вообще. Тем более акриловые краски, они грешат тем, что они слишком искусственно выглядят, потому что они не грязного типа цвета, а вот именно чистого цвета. Советую вам все же пользоваться палитрой, которую я уже неоднократно повторял, старых живописцев. Палитра скудная, так называемая, состоящая из четырех цветов. Основных цветов это красный, это желтый, это синий, а белый, ну или черный. Как таковые цвета белый и черный не считаются цветами, это считается тоновыми красками. И с помощью них создавать уже, с помощью вот этих вот четырех цветов создавать все остальные оттеночные цвета. При смешивании того или иного цвета, по гамме это очень легко изучить и выучить навсегда. Для того, чтобы, например, получить зеленый, вам нужно желтый с синим смешать. Для того, чтобы получить оранжевый, смешивайте красный или желтый. Главное задирать пропорцию. Это уже информация практичного характера. То есть это можно лишь отработать на практике. Чем больше вы пишете, тем больше вы понимаете, тем больше вы видите, как это получается. И я не против того, чтобы вы создавали свои картины, подражая копиям вам понравившихся картин, но из категории высокого искусства. Потому что это наоборот даже будет сильно вас развивать. Это будет вас тренировать в подключении к той иной информации творческой, а значит облегчать вам жизнь. И значит будет облегчать ваш путь в работе над собой по методу живописи, по творческому самопроявлению, саморазвитию. Немного взял серого тона. Я смешал белую краску с черным и получил серый цвет. Вот этим серым цветом я показываю теневую сторону фигур и теневую сторону тел. Как вы видите, я специально сейчас закрашиваю. Специально закрашиваю. И чтобы можно было видеть оттеночные так называемые цвета оттеночного характера. А теперь мы с вами создаем крылья. Крылья очень легко создавать. Вы берете в серый цвет макаете кисточку, после этого не смешивая в белый цвет макаете. И вот именно сколько осталось, столько осталось краски. Наносите каплеобразными, вы смотрите, движениями. Я их не продлеваю дальше, а именно как каплеобразные, просто так небольшими тиреобразными движениями. Но по волокнам крыльев. По волокнам крыльев. Очень простой метод нанесения перьев на крыльях. И главное получается, обратите внимание, тут нужно держать просто руку удобно для того, чтобы она у вас была сподручна. Начинать нужно лучше с краев самих крыльев. Чтобы у вас вот эти капельки несмешанной краски в серую сначала, потом в белую краску и вот капельки несмешанной краски. Ну регулярно добавляется таким же образом, чтобы у вас эти капельки краски, вот именно оставаясь и засыхая, оставляли тот неповторимый, обворожительный эффект перьев, который так важен, когда вы создаете подобного рода сюжеты. Сначала в серую, потом в белую краску и также наносите по волокнам, по волокнам перьев. Ну представьте себе вот, что, где примерно проходит расположение, как они примерно, в каком направлении расположены перья на крыльях и вот в этом как раз положении, вот в этом направлении вы и создаете массив, перьевой массив. Это один из самых таких практичных методов создания крыльев, создания перьевой основы на крыльях, с которым многие художники мучаются почему-то. Почему мучаются, не знаю, но знаю о том, что вот когда показываю подобный стиль, многие удивляют, что как это легко и просто оказывается. А здесь видят тяжелые работы, сложные. Мы идем от простого к сложному, поэтому сразу же, вот вы видите, что как только я создал, прокрасил, например, крылья, я сразу был вниз, этой же краской тоже теневой, я создаю дальше, наношу уже где рог изобилия, немножко подкрашиваю, немножко подкрашиваю, теневую основу создаю. Для чего это я делаю? Кисточка постоянно бегает по холсту. Это я создаю для того, чтобы не задерживаться в работе, не останавливаться, потому что как только вы начинаете писать картину, к вам идет, идет, что называется, прет энергия, прет информация, и здесь главное не останавливаться. Вы идете дальше по написанию, для того, чтобы высохла акриловая краска наверху, вы идете вниз, например, да, и начинаете прорабатывать другие детали, которые уже высохли. Нанесение краски мы создаем послойно. Сначала один слой, тоновой, потом другой слой, и потом уже корректура идет, слои, либо внешние какие-то подправки. Так легче. То есть, таким образом, кстати, даже вот раньше в типографиях создавали, вот таким образом фотографии печатали. Тоже сначала на фотографии наносился один цвет, потом другой цвет наносился, захватывая первую основу, и в конце концов получалось цветное изображение. Мы с вами делаем все это руками, но примерное послойное наложение мы сохраняем. Это очень удобная техника написания картины. Причем, каждый из вас будет писать картину с Рубенса, например, даже данный сюжет, союз земли и воды. И у каждого из вас получатся совершенно разные картины, схожего по образам, но совершенно разные и по тоновой, и по цветовой палитре. То есть, все равно отличие большое будет. Почему? Потому что в процессе написания картины большое значение уделяется информации вместе с этой картиной. Информации. И здесь мы его тоже прописываем. Сейчас у нас уже идет с вами этот же второй этап написания картины, и будет последующий, третий этап, завершающий, который завершит нашу с вами работу. Осталось не так много времени. И уже после этого мы сможем с точностью обратить свое внимание на то, что у нас получилось в совокупности, в целостности. Барокко – художественный стиль в европейском искусстве и литературе 17-го, первой половины 18-го веков. Слово «барокко» в переводе с итальянского означает «причудливый, вычурный, странный». Существуют разные версии происхождения этого термина в приложении к искусству. От португальского «пероло барочча» – жемчужина неправильной формы, от латинского «барокко» – одного из принципов схоластической логики, и еще одна версия – от имени итальянского художника 16-го века Бароччи. Есть и еще один вариант возникновения термина «барокко». В 19-м веке швейцарский историк и философ культуры Якоб Бургхарт, характеризуя искусство 17-го века, пренебрежительно отозвался о нем «барокко», что значит «вычурно», и слово прочно вошло в язык теоретиков искусства. Выразительность, пышность, динамика – таковы основные признаки этого стиля. И это справедливо по отношению и к изобразительному искусству, и к архитектуре, и к музыке. Что же вызвало к жизни новое искусство? 17-й век – исторический рубеж. Власть королей перестает казаться незыблемой, божественной. На историческую арену выходит новое действующее лицо, человек неблагородного происхождения, простолюдин, добивающийся успеха благодаря собственным усилиям и инициативе. Даже в турдах многих богословов все настойчивее пробивается мысль о неотъемлемых природных правах человека, о праве народа свергать негодного монарха. Действительность вместе с тем не давала оснований для оптимизма и надежды на совершенствование внутреннего мира человека, достижения радостной гармонии бытия, на которую уповала эпоха Ренессанса. Новая эпоха придает все большее значение пышности, декоративности, стремиться к совмещению реальности и иллюзии, к синтезу искусств для создания нового величия. В это время в Европе заканчивается сложный процесс формирования новых народов, люди осознают себя не просто подданными такого-то монарха, но частью нации. Искусство каждой страны приобретает отчетливый характер. Италия во многом опередила более северные страны. Здесь, под южным небом, где еще свежа была память о титанах Возрождения, зародились самые блестящие музыкальные произведения 17 века. Италия дала рождение опере и выдающейся скрипичной школе. Ранняя опера родилась на исходе Возрождения, как самый поздний цветок, как смелая попытка реализации его гуманистических идеалов. Флорентийская камерата попыталась возродить античную драму, провозглашая синтез искусств и главенство солирующей мелодии в музыкальном воплощении. Шла перестройка от полифонии к гомофонному складу. Закрепился и принцип «бассо-континуо». При записи нотами выписывались мелодия и, собственно, басс, а остальные ноты из аккордового сопровождения обозначались цифрами по величине интервалов. Такая запись называлась «цифрованный бас» и позволяла исполнителю импровизировать, ведь можно было сыграть просто аккордами, а можно было раскрасить разными фигурациями. Отметим, что этот новый прогрессивный принцип очень быстро перерос с рамки оперы. Развитие нотопечатания привело к стремительному распространению новой музыки. Целое море вокальных сборников стало известно не только в Италии, но и по всей Европе. А развитие оперы пошло своим путем и, вероятно, не совсем так, как предполагалось ее создателями. Римская оперная школа оказалась под сильным влиянием церкви, усмотревшей в новом жанре эффективное средство для народного просвещения и развлечения. В Риме был построен даже специальный театр для оперных спектаклей на 3000 мест. Это осуществилось семейство Барберини, заметим, что папа Урбан VIII был из этого рода. Римская опера – это яркое, зрелищное искусство, рассчитанное в первую очередь на зрителя. Великолепные певцы, пышные костюмы и декорации, сложная театральная машинерия. Сюжеты для опер выбирались на библейские темы или из жизни святых. Самой популярной считалась опера «Святой Алексей» Стефано Ланди, автор либретто-кардинал Распильози, ставший потом папой Климентом IX. А роскошное воплощение с выразительной музыкой должно было заворожить и привлечь к себе зрителей. Особенно славилась римская опера своими хорами, которые восходили к прекрасным хоровым традициям Древнего Рима. Еще одним очагом новой оперной культуры стала Мантуя, север Италии. Герцоги Гонзага, хозяева Мантуи, с Лилией Меценатами держали придворную капеллу. Мантуя стала местом, где впервые на сцене были поставлены оперы Клаудио Монтеверди, годы жизни 1567-1643. В 1607 году был поставлен Орфей, а годом позже – Ариадна. Монтеверди можно с полным основанием назвать первым мастером барокко, композитором с яркой индивидуальностью. Его опера Орфей была не благостной пасторалю, как у флорентийских основателей оперы, а музыкальной драмой. Орфей для Монтеверди – творец-художник, и он не просто спасает жену, а борется со злом и мраком, служит людям, возвращает их своим искусством к свету и жизни. По всей опере с щедрой рукой рассыпаны певучие мелодии, то скорбные, то светлые, созвучные героям и ситуации, а в сопровождении часто слышны столь сложные переплетения голосов, что позавидовали бы современные авторы. Позднее Клаудио Монтеверди стал главой новой оперной школы, когда в 1613 году принял приглашение занять место капельмейстера собора Сан-Марко в Венеции. Венецианская оперная школа, пожалуй, превзошла со временем римскую, она была более демократичной, да и театр в Венеции был построен не для аристократии. Венецианский театр Сан-Кассиано был первым публичным оперным театром, куда билет мог купить каждый желающий. Позднее в Венеции появилось еще около 10 театров. Возникла творческая конкуренция, борьба за зрителей, что не слишком типично для 17 века. За 30 лет жизни в Венеции Монтеверди написал 8 опер, несколько сценических кантат, музыкальных прологов, интермедий. Из опер сохранились лишь две – «Возвращение Улиса на родину» и «Коронование Попеи». Последние до сих пор ставятся на оперных сценах мира. На примере творчества и личности Монтеверди нетрудно убедиться, сколь сложно уместить музыку в тесные рамки какого-то определенного художественного стиля. Творчество Монтеверди, всю жизнь служившего в церкви и параллельно создававшего сценические произведения и многочисленные мадригалы, гораздо шире понятия барокко. В его музыке такая любовь к жизни, такая красота, что невольно на память приходит эпоха Возрождения. Так колористичны и жанры у его бытовые сценки и персонажи, что напрашивается мысль о реалистичности его таланта. После достижений эпохи Возрождения, когда личность наконец-то стала предметом внимания художника, мы все чаще будем сталкиваться с яркими индивидуальностями, творчество которых редко вписывается в рамки одного стиля. Эпоха барокко внесла много нового в инструментальную музыку, ставшую самостоятельной. Раньше голос произведений светской музыки зачастую мог исполняться и певчески, и инструментально. В культовой музыке слово имело священное значение. И эту тенденцию к обособлению музыки от слова наблюдаем во всех композиторских школах Европы. К наиболее ярким явлениям барочной музыки следует отнести творчество Джеролома Фрескобальди в годы жизни 1583-1643, основоположника итальянской органной музыки. Это был знаменитый музыкант, еще в детстве прославившийся игрой на органе и чембала. Основную часть жизни Фрескобальди прожил в Риме, состоял все это время органистом собора Святого Петра и, почитаемый соотечественниками, сочинял канцоны, токаты, эричаркары, клавесинные пьесы, делал обработки хорала для органа. Фрескобальди, первый из музыкантов церкви, стал давать концерты, они так и назывались церковными и проводились по окончании службы. Так в церкви впервые зазвучала светская музыка. Фрескобальди был оригинален и блестящ в патетических импровизациях своих произведений. Он первый создал свободные обработки григорианских хоралов, пафосные и эмоциональные. Фрескобальди осуществил переход от строгого стиля полифонии с его ладовой структурой григорианского хорала к свободному полифоническому стилю, когда уже ясны лады, мажор и минор, а сочетание голосов соответствует законам гармонии. Хотя свободная полифония достигла апогея только в творчестве Иоганна Себастьяна Баха. Итальянскому музыкальному искусству принадлежит еще одна вершина инструментального искусства – Венецианская скрипичная школа. Здесь впервые сложился состав профессионального струнного трио – две скрипки и бас, и определился жанр, ставший типичным для этого ансамбля – многочастное трио соната. Традиции венецианцев продолжили Джованни Батиста Виталий Болонья, Арканджело Карелли Болонья Рим, Джузеппе Тортини Падео. Каждый из них был скрипачом-виртуозом европейского уровня. Каждый имел много учеников. А сочинения Виталия Карелли и Тортини – это большая часть репертуара современных скрипачей. Великолепные концерты Виталия, знаменитая соната Тортини, дьявольские трели, 59 трио сонат и вариации Карелли. К тому же Карелли мы обязаны созданием жанра «Кончарта Гросса». Его 12 больших концертов для оркестра – одни из самых совершенных образцов до классического концерта. Стиль барокко по-разному воплощался в музыке стран Европы. Наиболее яркими фигурами немецкой музыки 17 века были Генрих Шюц и Дитрих Букстехуды, которые в какой-то степени отвечали представлению о художниках барокко. В Англии из-за революции Кромвеля, междоусобных конфликтов, доминирования пуританизма, стремившегося к крайнему аскетизму, в 17 веке было не слишком благоприятное время для развития музыки. Лишь в эпоху реставрации стюартов музыканты вновь получили поддержку при дворе. Крупнейший английский композитор 17 века Генри Пёрсел, годы жизни 1658-1695, пользовавшийся немалой славой и популярностью при жизни, совершенно не укладывался в прокрустово ложе какого-то одного направления. Современники более всего любили его мадригалы и песни, инструментальную музыку. А для нас чрезвычайный интерес представляет его единственная опера Дидона и Эней, сочинение, опередившее свое время и оцененное по достоинству лишь спустя много лет. Дидона и Эней – камерная в нашем понимании опера, лирическая и удивительно цельная по музыкальному языку, никаких проходных речитативов, помпезных ари, схематического действия. Но главные достижения эпохи барокко были еще впереди. Примерно в одни и те же годы появились на свет четыре будущих музыканта, которые составили славу 18-го столетия. Итальянцы Доминика Скарлатти, годы жизни 1685-1757, Антонио Вивальди 1680-1741 и немцы Иоганна Себастьян Бах 1685-1750 и Георг Фридрих Гендель 1685-1757. Венецианец Доминика Скарлатти был членом огромной музыкальной семьи. Он виртуозно владел органом и чембало – клавиром. Около 20 опер, 6 ораторий, 14 кантад были написаны композитором. И только по прошествии времени можно оценить, сколь много сделал Скарлатти для развития образной сферы клавирной музыки. Другой итальянец Антонио Вивальди, скрипач-виртуоз, композитор безудержного темперамента и фантазии, тоже потомственный музыкант. Количество произведений, написанных Вивальди, огромно – 39 опер, 23 кантаты, культовые сочинения, 43 арии, 23 симфонии, 73 сонаты. Но любимым жанром рыжего священника, так называли Вивальди, был концерт со свойственной ему праздничностью, блеском, крупным штрихом. Вивальди написал невероятное множество концертов – 44 для оркестра, кончарта-гросса и 447 сольных, причем для самых разнообразных инструментов и составов. Образы Вивальди конкретны, осязательны, очерчены рельефными жанровыми чертами. Вивальди спрессовывает форму концерта до трехчастной, быстрая, медленная, быстрая части, обостряет, высвечивает контрастность. Вивальди потрясающе удается изображение с помощью музыки. Многие его концерты программны, например, знаменитые времена года, 4 концерта с солирующей скрипкой. Есть программы религиозные – «Во славу святого Лоренцо», «Угробница святой», «Мифологические», «Превращение протея». Но больше всего, конечно, образов природы. Помимо времен года, «Буря на море», «Ночь», причем морских концертов у Вивальди – два, очень разные. Еще один титан барокко – Георг Фридрих Гендель, немец по рождению и воспитанию, вошел в историю как немецкий и английский композитор. В натуре Генделя была чужда, а так распространенная в Германии отвлеченная мечтательность. Его творчество всегда было правдивым, конкретным и действенным. В Германии было тесно его духу, и потому он, покинув родину, уехал в Англию. Но и там аристократия ненавидела и преследовала его. Он платил ей тем же, воспевая человеческую личность, рвущую цепи рабства, свет, мир и свободу. Он навлек на себя и гнев церкви, она видела в нем богохульника, вытаскивающего Библию на театральную сцену. То, что стиль Генделя – это стиль героический, общеизвестно. Добавим, что он создатель произведений мирового значения, где вопрос о национальных корнях уходит на дальний план. Диапазон творчества Генделя чрезвычайно велик. Это оперы, оратории, концерты, инструментальные пьесы по случаю, знаменитая музыка на воде, инструментальные сонаты, сюиты, концерты, духовные исполнения, псалмы и многое другое. Но главным в его творчестве с 30-х годов 18 века стала оратория, способная воплотить идеи и замыслы композитора. Оратория оказалась более свободной формой, нежели опера, но столь же масштабной. Он вдохнул в ораторию высокий пафос героизма и такую мощь, что померкли достижения предшественников. Сюжет у Генделя всегда влиял на строение оратории. Самсон и Саул – героические драмы с активным действием, поддерживаемым музыкой. Знаменитая оратория «Мессия» – цикл лирико-эпических песен-гимнов, рожденных подвигом героя. Именно героем изображает Гендель Иисуса Христа, отражение легенды в народном сознании. Недаром сольная партия Иисуса в оратории отсутствует. Гендель создал свой собственный хоровый стиль, который заключается в синтезе и равновесии гомофонии и полифонии свободного письма. Самые разные приемы можно встретить в хорах Генделя, но иное слово, нежели роскошное, нельзя применить к определению хорового письма этого гения барокко. Если Генделя можно назвать художником-трибуном, его произведение сравнить с грандиозными фресками или монументальными пантеонами, то Йоганн Себастьян Бах – прежде всего лирик и философ столь немеренной глубины, что до сих пор продолжает влиять на развитие музыкального искусства. Бах никогда не покидал Германию, раздробленную и униженную, страдающую из-за княжеских и церковных расприй. Бах продолжил философско-поэтическую линию искусства, идущую от протестантского хорала, от строгих и истовых букстехуды и щутца. Конечно, Бах был глубоко религиозным художником, и его музыка не омрачена мыслями о тщетности и суете земного существования. Наоборот, она жизнерадостна и вместе с тем серьезна и высоко поэтична. Бах всегда искренен и правдив. Ему чужды внешние эффекты, аффектация. При этом поражает внутренняя сложность его произведений. Все, что касается музыкального языка, приемов композиций и тому подобных профессиональных характеристик, у Баха в высшей степени сложно и разработано. Но эта сложность не самоцель. Она не заслоняет сути гениальных творений. Как истинный представитель барокко, Бах необычайно разнообразен в своих жанрах. Монументальные органные произведения, Бах был признанным мастером игры на органе. Огромное количество клавирных сюит, концертов, фантазий, вариаций, хорошо темперированный клавир, 48 прелюдий и фук, рассчитанных для исполнения на фортепиано, инструмента в то время еще несовершенного. Скрипичные сонаты и партиты, виолончельные сюиты, оркестровые концерты с солирующими инструментами и без них. И, наконец, кантаты, оратории, пассионы или страсти, магнификат мессы. Даже простое перечисление жанров, в которых работал Бах, поражает. Трудно представить, что все это мог создать один человек, обремененный обязанностями службы и многочисленным семейством. В подавляющем числе произведений Баха чувствуется поступательное движение вперед по сравнению с предшественниками. Это, в первую очередь, касается фуги, форм, концертов и сюит, строения оретариальных жанров. Когда Баха называют последним крупнейшим представителем эпохи барокко, то каждое его сочинение, известное и не очень, можно считать художественной вершиной, созданием гения, совершенно уникального в истории искусства. Эпоха барокко оставила после себя необозримое множество художественных произведений, столь разных и прекрасных, что постоянно то одно, то другое из ее творений возносится так высоко, что служит непревзойденным образцом подлинного искусства. А тем временем мы с вами завершаем, дорогие друзья, третий этап написания картины. И третий этап заключается в как раз нанесении вот того самого белого, ярко-ослепительно-белого цвета и черного контура, так, где это нужно. То есть, это идет уже правка нашей картины. И вот именно на уровне правки у нас происходит до создания основной формы, что мы хотели с вами и сделать на уровне данного образа. Картина союз земли и воды у нас уже вполне различима. Мы уже сейчас видим общее ее содержание. И здесь, как я вам и говорил, вот в том числе и фрукты, то есть, с зеленью тоже нету никаких проблем. То есть, все это делается макательными движениями. Все это делается не хаотичными, конечно, движениями, но наработанными махательными движениями со смешиванием красок. Тем более, акриловых красок, которые быстро высыхают и смешиваются нитеобразно. То есть, как бы волокна друг в друга проникают, и мы можем видеть это нитеобразное смешение. Это происходит только лишь в акриловой живописи. Мы создали с вами кувшин, амфору, оттуда будет сейчас вода, а воду мы создаем. Есть несколько типов, как создать текущую воду, но вот мы с вами возьмем один из типов, это слабо разведенную водой белую краску, широкой кистью мы наносим по ходу движения вытекания воды. По ходу движения вытекания воды. Но мы уже создаем с вами это на готовые, на высохшие поверхности, на высохшие фигуры. Потому что если бы мы не дождались высыхания полного краски, то в этом случае у нас было бы смешение, вода уже была бы не светлая, не светло-молочного типа и вида, а вот уже была бы она загрязнена краской, которая, ну, например, тоновая краска тела. Внизу у нас с вами прекрасно видите, что двое детей по сюжету Рубенса, они плещутся в воде, они купаются в воде. Около находится Тритон, это сын Посейдона или Нептуна, морского царя. Тритон трубит в большую раковину, это знак силы и власти. Одновременно это веселяющий душу вызов для того союза, который совершается, придавая торжественность, торжественность картины и, конечно же, торжественность вот этим мгновением, которые художник хотел передать. Белой краской я подчеркнул, вот вы видели, прошелся по фигурам, тоненькой кисточкой, белой краской я проходился для того, чтобы показать блеск. Таким образом показывали фламандские старые живописцы, они показывали блеск кожи, либо блеск, отблеск от цвета, от падающего света. черной же краской и тоненькой кисточкой размешивая с водой для того, чтобы краска была достаточно жидкой и было удобно с ней работать, я сейчас вот создаю те самые как бы движения, которые нужно было нам с вами делать до этого. Сейчас я взял уже высохшую картину, уже высохшую картину, просто те самые минуты, которые прошли, вы не видели, там высыхание, то есть я подождал 3-4 минуты, специальных пропустил, и сейчас взял карандаш, тот самый, с которым начал нашу работу, и сейчас карандашом уже по сухой поверхности я уточняю, уточняю, создавая вот эту причудливость очертаний и эскизного шаржа наброска, который мы использовали в самом начале произведения. карандашом отмечаю наиболее такие вот места, которые нужно подчеркнуть, которые нужно подтенить, либо уточнить. Карандаш у нас в основном выполняет функцию пера, то есть он у нас создает не слишком темный контурный рисунок, но одновременно очень нужен для того, чтобы сделать оттенок, темно-серый оттенок, и конечно уточнительный оттенок, потому что кисточкой на маленьком сюжете мы не всегда можем прописать так тонко, как это возьмет тонкий карандаш. Хотя вы знаете прекрасно, что в истории искусств известны случаи, когда писали нитью, когда писали волоском, это достаточно кропотливая работа, но тем самым добивались тонких форм. Здесь мы не будем долго останавливаться на этом. Когда пишете на больших форматах, там легче прописать какие-то детали лица, детали тела, большие форматы вообще легче поддаются работе, я уже об этом говорил в самом начале видео нашего. Когда мы берем уже маленькие форматы, тут сложнее написать какие-то маленькие детали, потому что, грубо говоря, у нас пикселей меньше, то есть у нас разрешение намного меньше, и мы должны в одном квадратном сантиметре прописать больше мелких деталей, чем если мы эти же детали прописали уже на квадратном дециметрии. То есть это был совсем уже другой формат. Здесь я уже просто уточняю разглаживающие движения. Наша с вами картина подходит к концу, к завершению, к символогическому завершению. Мы с вами, дорогие друзья, если вы пошагово делали все то самое, что я вам показывал в течение вот этих почти час и сорока минут, у вас должна была получиться наподобие картинка, выполненная в акриле. Замечательная картина, копия, вольная копия Питера Пауля Рубенса под названием «Союз земли и воды». И я очень рад, уважаемые любители живописи, что вы это время провели вместе со мной. Я старался вам показать те техники, которые вы можете очень легко обладеть. небольшое количество тренировки и у вас эта техника будет получаться лучше и лучше. Ну а тем временем очень рад, что вы провели со мной это время и вот эти уроки они в основном записываются для того, чтобы каждый из вас мог самостоятельно в любое для вас удобное время, то есть дистанционно овладеть навыками живописи. Сегодня мы разбирали фламандскую живопись, живопись в стиле барокко, мы еще будем к ней возвращаться, я еще буду показывать неоднократно буду показывать классические сюжеты барокко, которые мы будем вместе с вами создавать, воодушевляясь писать картины. Помните, что сам процесс живописи он дает огромную, освобождает массу энергии, он дает огромное количество положительной, жизнеутверждающей информации, это вы должны использовать в своей жизни, потому что всегда занятие творчеством, занятие искусством, оно приносит необычайные плоды не только для вас, но и для вашего мировосприятия, но и для вашего созерцания окружающей действительности, то есть подключает вас к космическому восприятию, и конечно же вы это можете лишь только прочувствовать, об этом сложно говорить, потому что это нужно чувствовать, это нужно понимать. Вообще, дорогие друзья, многие вещи передаются исключительно навыками, и когда их начинаешь переводить на слова, когда начинаешь ими делиться, словно бы включать определенный какой-то язык, кодировка языка для того, чтобы другие не поняли то, что ты хочешь сказать на ключевых моментах, когда дело касается эгрегорных восприятий, либо того, что называется индивидуальностью. Так вот, я все-таки рекомендую вам каждому пробовать на своем собственном примере, оттачивать свое мастерство, с большим уважением отношусь к тем людям, которые уже просмотрев достаточное количество роликов моих, они уже проработали вместе со мной и технику написания маринистов, и технику создания народного творчества, и, конечно же, я буду дальше усложнять для вас работу, дорогие друзья, для того, чтобы вам было интересно не только в себе развивать эти новые стили, но и для того, чтобы знакомиться с теми техниками, с теми методиками подачи живописи, при сознании и при восприятии которых ваша жизнь, творческая жизнь многократно и качественно улучшится. Мы идем с вами от простого к сложному. И поэтому все изменения, они, конечно же, происходят в первую очередь в вашем творчестве, в вашем индивидуальном сознании. Развитие сверхспособностей возможно для каждого, и именно этим мы занимаемся, в том числе, на своем авторском видеоканале. Посещайте авторский сайт, я с удовольствием буду подсказывать вам новые методы нанесения живопись, как акрилы, так и масляные. Ну а сейчас мы увидим с вами на большом экране что, собственно, у нас получилось, какая картина у нас получилась. Это вольная копия Питера Пауэра Рубинса, опять же повторюсь. И, дорогие друзья, я вас благодарю за внимание. С вами был Буянов Дмитрий. Мы прощаемся с вами, но до следующих выпусков. Продолжение следует. Продолжение следует...